всех приветствую на своем канале если кто не помнит меня зовут сергей мало видео потому что как бы мало народа и то что мало работаем а просто некогда то ремонт это фигон ты в общем ладно суть видео не в этом будет вот скосила то у это второй раз у нас кашу вот трава лежала два дня вот так она подвялилась первый день не смог закатать потому что был дождь вот она под дождем пролежала ничего не изменилось и вот как раз под сенаж подвялилась вот такие вот волки сегодня буду мотать сенаж ветер и вот тут еще маленько подкосил накосил то есть вот это получится у нас сенаж чистый если я сегодня за мотая вот это вот свежие волки так она выглядит сейчас она маленько обдуется влага роса уйдет хотя я подождал чтобы росы не было но и будет силос получится то есть рулоны будут очень тяжелые и будет очень-очень сочная трава там будет такая вот подвялин это вот разница все на же сырое сухой ну это я так думаю так вот косилка метр 65 до 25 косил сейчас я уже складываюсь еду домой что хотел добавить вот у нас начале июня мы косили сейчас ветер делали сенаж делал его специально как силос потому что поедание его гораздо лучше чем вот такой сенаж полувялый полу такой хотя у кого какая скотина да и добавлю еще едят его быки и овцы коровы в общем все с большим удовольствием отходов никаких ничего единственное что вот стоит запах вот видно маленько вот этот партию я не поливал вот видно плесень очаговая но это вот дырка и вот дырка это было скорее всего что при ковыркании то есть большая стерня твердая какая-то попалась и проколола это вот так он выглядит сенаж этот до поедание его охренительно и едят его все подчистую выбирая не выбирая так что все уходит все прекрасно что хотел сказать вот эти вот рулоны добавить я не поливал поливал но был у меня вопрос спрашивали о чем-то поливаешь поливаю я поливаю я поливаю я молочной кислотой эту делаю четырехпроцентный раствор и поливаю рулоны сверху в рулонник я не вставляю опрыскиватели и поливаю только сверху на обмотчике почему потому что все-таки обмотчик жалко у обмотчик рулонник жалко из-за этого прыскалку не ставлю но хотя возможно поставить прыскалку вперед на подборщик который будет поливать на сенаж спереди подбираешься и тогда будет качестве сенажа намного круче и купить еще закваску которая будет классить его то тогда будет вообще улетный сенаж но это про луговой то есть простая луговые травы вот у нас клевера вот столько вот видно да это у нас машины горошек вот как раз бобовые злаковы они как бы дают вот этот весь фокус сенажа и получается такой вот закваска да чем больше и почему из овсово-виковой смеси получается самый лучший сенаж вот как раз вот вот этот фокус в бобовых сахарах закваски и есть итак итог опрыскиваю я либо молочной кислотой либо муравьиной кислотой четырехпроцентным раствором опрыскиваю сверху потому что практика показала очень много такой вот очаговая плесень и именно сверху рулонов то есть именно вверх вот и решили в этом году опрыскать все сверху и посмотреть какая как будет разница вот это не опрысканы там стоят опрыскиваю рулоны и посмотрим то есть разницу зимой что что лучше что хуже можно опрыскивать и уксусом и яблочным и простым и эссенции то есть там четырехпроцентная 5 процент на но запах вот этот вот резкий он мне кажется будет отбивать охоту такую поедание сенажа животными так что я молочка она как бы и шла всегда в силу с закваску молочной кислоты а муравьиная посмотрел она примерно по составу такая же все то же самое делает для консервации этих рулонов так что вот такое вот коротенькое видео про сенаж все что знал про сенаж кому еще добавить пишите комментируйте как вы делаете что у вас так что до рулона получается не меньше 500 килограмм то есть вдвоем их проблематично про по этот поставить на торец но я считаю что на торце лучше хранятся то есть это слеживание рядов она меньше и меньше плесень возгорания то есть горят эти рулоны меньше то есть это моя практика то что я вот заметил этих то есть на торце хранятся рулоны намного лучше но вдвоем вот этот вот сырой сенаж очень тяжело перед поставить на торец но у нас вот такой вот самого грузной не сама погрузной рулоник то есть была возможность у меня купить этот опрокидыватель но что-то я не решился так что как-то вот так вот если кто смотрел мои предыдущие видео то в том году мы ставили рулоны вот по центру поля вот здесь они стояли возле столбов центре то есть как бы очень удобно почему очень удобно потому что с того края берешь как бы в центр ближе свозить рулоны и там мотать в одном месте а здесь получается на край поля надо со всего поля возить сюда и здесь мотать но как я заметил в этом году проколов птиц очень мало как я и говорил в предыдущих видео потому что нельзя хранить в поле в самом поле в открытой местности эти рулоны потому что птица садится начинает там клевать что-то поймала что-то это получается очень много расклёванных рулонов не знаю по какой причине но вот сейчас вот все рулоны положили на край ближе к кустам и очень 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 мало проколов именно от птиц но все